Этот тайтл явно для тех, у кого есть The Dissues. Всем привет, это KK. Я люблю семейные истории, где родители ребёнок отправляются в путешествия, а ещё у них хорошие отношения, и от этого аниме я ожидала примерно такого. Хорошие отношения были, а вот с путешествиями немного сложно. Но давайте по порядку. Белгриф рано ушёл в отставку из-за потери ноги. Он спокойно жил в тихой деревушке, но однажды в горах нашёл ребёнка. Оставить малышку одну он не мог, поэтому приютил у себя. Назвали девочку Анжелиной. Воспитывал её Белгриф как родную дочь и обучал искусству меча. Поэтому, когда Анжа стала совершеннолетней, то решила пойти по стопам отца и отправилась в столицу, чтобы стать авантюристкой. И за несколько лет она добилась самого высокого ранга – S. Авантюристы ранга S очень востребованы. Ведь заданий высокого уровня много, а людей мало. Поэтому за пять лет работы Анжа не смогла взять отпуск, чтобы повидаться с отцом. Я всегда думала, что авантюристы – фрилансеры. Захотел – взял задание, захотел – отдохнул. Ну, последнее, если финансы позволяют. А с деньгами у главной героини проблем нет. Она весьма известная авантюристка. Но в этом мире быть авантюристом – это полноценная работа с официальным трудоустройством. И первые две серии посвящены тому, что Анжелина наконец берет отпуск, чтобы поехать к отцу. Но каждый раз у кого-то случается беда, и главная героиня идет их спасать. А пока спасает, отпуск заканчивается. С этим концептом можно было бы сделать один эпизод на завязку, но тут их два. А потом Анжелина не может взять отпуск, потому что расплодилась нечисть, и вроде начинают возрождаться короли демонов. Но куда же без них фэнтезийной истории? И единственный вопрос, который возник у меня вначале – а почему за все эти пять лет Билл Гриф сам не поехал повидать дочку? Чуть позже в аниме он говорит, что не хочет переезжать, так как охраняет их дом и родную деревню. Потому что для него и Анжелина – это важное место. Типичные стариковские размышления. Но вначале никто и не говорит о переезде. Съеди ты на неделю к дочери, посмотри, как она живет, ничего не случится. Не в тюрьме же ты сидишь в конце концов. В третьей серии Анжель наконец-то разбирается со всеми делами и едет к концу. И наконец начинаются семейные приключения. Очень небольшие, правда. Вначале аниме выглядит как комедия. Все эти попытки Анжи взять отпуск и поехать к отцу – некоторые персонажи вообще ведут себя как комик-релифы. Например, Хелветика Бордо, которая после помощи главной героини и ее семье, наслушавшись истории об отце Анжи, решает выйти за Билгрива замуж. Лор здесь постарались сделать чуть интереснее, чем в совсем уж типичных фэнтези. Давным-давно жил великий маг Соломон. Занимался он магией и алхимией. Своими огромными силами Соломон создал гомункулов для завоевания земель. Но вскоре он обезумел из-за своей силы и желания власти, что просто исчез. Гомункулы без хозяина пошли в разнос. Остановить их смог только герой, посланный богиней. Но все гомункулы не умерли, а стали королями демонов, просто жили себе тихо после победы героя. Во время событий в аниме мы узнаем об организации, которая хочет восстановить силу королей демонов. И именно поэтому стало появляться больше монстров. А увеличение количества монстров мешает Анжи взять отпуск и поехать к отцу. Эта организация также берет несчастных детей со злобой на весь мир и дает им силы. Иногда эти дети путешествуют как посланники, зазывая в организацию новую паству. А иногда убирают мешающихся людей. Один из таких детей во время боя сказал Анжи, ты такая же как мы. И здесь очень большой простор для интерпретации. Но первая моя мысль была просто то, что Анжи в детстве вбросили. Если бы Билл Гриф ее не нашел, то ее бы завербовала эта организация. Вторая мысль, что это как-то связано с тем, что она очень сильная. Вроде есть у нее что-то сверхъестественное. Например, что она может оказаться королем демонов. Плюс позже Билл Гриф в лесу находит еще одного ребенка, очень похожего на Анжи. А в конце есть разговор загадочных людей о каком-то проекте. Но нам просто вбросили эту мысль и все, развитие не в этом сезоне уж точно. Основная тема здесь все же родители и дети. И что мне обычно нравится в таких историях, это развитие и раскрытие отношений. И если мы говорим о главных героях, то здесь между отцом и дочерью нет конфликта, над которым нужно было бы работать. В конце четвертой серии нам вбрасывают что-то, что могло быть его основой. Но это в той же серии и заканчивается. Билл Гриф растил Анжелину в любви и заботе, и Анжи выросла настоящей папиной дочкой. Другая арка, которая немного по-другому смотрит на семейные отношения, это арка семьи Бордо. Граф Бордо оберегал своих дочерей. Также у них была свобода заниматься, чем они хотят. И он не настаивал на их вовлечении в светские конфликты. После его внезапной смерти во главе семьи встала старшая дочь Хельветика. И с одной стороны, ей не хватает фигуры отца, на которого можно было бы положиться. Но с другой стороны, эта прошлая опека отца мешает ей полностью перенять руководство семьей на себя. Плюс остальная знать не воспринимает ее всерьез. Хельветике буквально приходится убить своего отца в виде восставшего зомби, чтобы полностью взять на себя ответственность за семью. Ну и третья линия – это линия Маргариты, принцессы эльфов. И у эльфов свои обычаи и традиции. Но самый уважаемый Маргарита-человек – это ее двоюродный дедушка, который пошел против правил и был странствующим паладином. Маргарита хочет стать как дед, но из деревни по правилам уходить нельзя. Запрет ее не останавливает, плюс возраст такой. В унтарский период есть и у эльфов. Поэтому она сбежала, чтоб всем доказать свою силу. Дедушка же отправился за ней, чтоб вернуть. Но после разговора смог ее понять и принять ее путь. Ведь когда-то он сам был таким же. И мне было интересно смотреть, как раскрываются и развиваются разные семейные отношения. Хотя насчет «смотреть» было немного сложно иногда. Мне нравится эта стилизация. У глаз женских персонажей есть некоторый шарм. У мужских же персонажей все более стандартно. Но все же внимание привлекают хутиды на любой вкус. А вот сама анимация подкачала. Лица периодически плывут, движения часто какие-то рваные. В общем, в это аниме приходят не за картинкой. Осты нормальные, но не особо запоминающиеся. Мне нравится, что в воппинге есть некоторые стереотипные средневековые мотивы. Я нахожу это весьма атмосферным. Видеоряд же по построению очень типичный. Нам представили персонажей, показали немного экшена. Неплохо, но нет какой-то изюминки. Этот тайтл явно для тех, у кого есть дети issues. Белгрив прекрасный отец. Хотя его тенденция тащить в дом странных брошенных детей немного напрягает. Чего-то же особо захватывающего здесь нет. Много повседневных сцен, иногда даже глупых. И только кажется, анима встает на серьезные рельсы, как Анжи, например, решает найти отцу жену. Но сцены со взаимоотношениями отца и дочери греют душу. Единственное минус для меня в этом аниме, что в этом сезоне мы ни к чему не приходим. В конце нам дают жирный намек, откуда появилась Анжи и другие подобные дети. А еще мы можем догадываться о личности принца, который также там появляется. Но это чуть ли не последняя сцена во всем аниме, и мы остаемся с Клиффхенгером, надеясь на новый сезон. Обидно, досадно, но ладно. Вот такие мои мысли по поводу этого тайтла. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Нет, не надо туда. Зачем ты туда пошла опять? Субтитры сделал DimaTorzok